Продолжение следует... 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 три моих поручения я возьму тебя в ученики ну вот значит все таки можно не умничай а слушай во первых принеси цветок курослепа из лесов морскогена во вторых раздобудь мне бутылку спирта из старой винокурни на градовой горе и в третьих убеди фритьефа помочь мне провести этот обряд он друид как и я ты найдешь его подбландера кажется он поехал туда по каким-то делам ну так как цветок курослепа у него нет никаких алхимических свойств кроме не учи отца детей делать и нужен мне кстати не какой-нибудь цветок а тот самый из морскогена а там если верить слухам обитает лесное чудище которое ревностно стережет свои травы лесное создание которое ревностно стережет свои секреты что-то мне это напоминает спирт зачем тебе спирт как ты наверняка знаешь мой потенциальный ученик алкоголь является основой для эликсиров и чем выше качество алкоголя тем лучше эликсир этот спирт ему просто нет равных это крепость аромат ммм только теперь его не достать винокурня на градовой горе пришла в запустение но ты ведь что-нибудь придумаешь правда ты же так уверен в себе этот фритьев кто он такой ведер маккер ты же не знаешь что это значит правда я еще обещал взять тебя в ученики ведер маккер это друид который умеет влиять на погоду может унять шторм вызвать град сделать так чтобы врага испепелила молния поэтому советую тебе по хорошему обращайся к нему с уважением хорошо я сделаю все о чем ты просишь но скажи что за ритуал ты собираешься провести если хочешь стать моим учеником отучись задавать вопросы я буду решать что ты узнаешь и когда а теперь иди одна нога здесь другая там пока я не передумал и вправду легенды не лгут а и Эй, подойди сюда. Ты звал меня? Ага. К счастью, мать природы не обделила меня голосом. Не то что других. Видишь ли, один из нас, Эгель, вдруг онемел. Ни заклятия не помогают, ни эликсиры. Но говорят, голос могут вернуть сильные чувства, переживания. Так что я подумал, может быть, ты... Я, конечно, заплачу. Дам тебе отличнейшую карту для Гвинта. Можно попробовать, но я даже не знаю, с чего начать. Мне его что, напугать? Вот. Да, да. Именно. Напугать. Разозлить. Что хочешь, только не причини ему вреда. Эгель обычно крутится у священного дуба. Бедняга, наверное, возносит молитвы о своем выздоровлении. Жестяная посуда. Она может наделать много шума, если в нее как следует грохнуть, когда он пойдет спать. Ты и есть тот самый молчащий друид? Ну да, глупый вопрос. Какими способами тебя пытались лечить? Тебе давали какие-нибудь эликсиры, травы? Мало того, что не мой, он еще и глухой. Когда ты потерял голос, можешь показать на пальцах? Очень приятно с тобой общаться. Вижу, мы не договоримся. Прощай. Разговорами тут, кажется, не поможешь. Может, если я погашу ему огонь, и он что-нибудь скажет. Осинное гнездо. Может, получится его использовать для шоковой терапии. Да, направляешься. Три года. Три года ни слова, ни единого писка. До сегодня. Я нарушил обет. Ты доволен? Прости, меня обманули. Я думал, что... Слова сочувствия. Исчезни с глаз моих баран. Виндор. Я отсюда слышал, как он вопил. Отличная работа, Ведьмак. А вот награда, как я и обещал. Ну вот, пожалуйста, борода до пояса, чувство юмора, как у сопливого мальчишки. Исчезни с глазами. Продолжение следует... 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 Сюда, наверное, кладут солод. Готово. Теперь нужно прокипятить солод. Наверное, хватит. Пора охлаждать. Пора охлаждать. Пора охлаждаться. Пора охлаждаться. Продолжение следует... Вот так так. Оказывается, я неплохой винокур. Продолжение следует... Продолжение следует... Ха! Человек, способный посмеяться над собой. Мне это нравится. Так что же я могу для тебя сделать, Геральт из Ривии? Грэмист призывает тебя к себе. Он хочет, чтобы ты провел с ним какой-то ритуал. Ритуал? Может, такое, что превратит его из пакостного козла обратно в человека? Я бы съездил к нему хотя бы по старой памяти, но у меня сейчас полно забот поважнее. Оглянись! Видишь, как высохла эта земля. Здесь не было дождя несколько недель. Трава на пастыщах увядает. Овцы падают от голода. Я должен привезти сюда дождь, но боюсь, что... Подожди, подожди. А ты мне не поможешь? Интересно, как? У меня много способностей, но вот погоду менять я не умею. А здесь нужен другой дар. Рубить мечом. Видишь ли, мать природа не любит, когда что-то отнимают у нее силой. Значит, нужно будет защищаться. И защищаться так упорно, что, пожалуй, мне пригодится защитник. Так что скажешь? Если ты потом поедешь к Греместу, тогда да, я помогу. Договорились. А теперь давай за мной. Самое время для небольшой бури. Приносишь в жертву животных? Лучше принести в жертву пару кос овец, чем сжигать людей на кострах, как на большой земле. Будем держаться вместе, и все будет хорошо. Ого, начинается. Продолжение следует... Зараза, много их. Зараза, много их. Зараза, много их. Гроза, мать ее. Такая славная гроза у меня давно не получалась. Ты видел эти капли? Крупные, как горох. Я что-то отвлекся на туманников. Они тоже получились вполне породистые. Да, к сожалению. Они всегда такими выходят. А может, это и к лучшему. К лучшему? Почему? Если перемена погоды не была бы связана с таким риском, мне бы давно оторвали голову. Одни бы хотели дождя, другие — солнце. Одни бы требовали шторма, а другие — море гладкого, как лист стекла. А так люди приходят только когда им действительно нужна помощь, а не когда им только чудится. Понимаю. Мне тоже иногда не хочется бегать за накером или утопцем. Теперь ты поедешь к Греместу? А как же! После такой работы я с удовольствием немного... С удовольствием помогу ему в ритуале. До свидания. Продолжение следует... 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 Эй, ведьмарк, у меня для тебя есть... Пока направляешься, путник, ты вправду легендой не лгут. Я сделал всё, о чём ты просил. Ты показал себя молодцом, парень. Ну что, Фритев, начнём? Чем быстрее, тем лучше. У нас впереди тяжёлая ночь. В этом ритуале могут принять участие только члены внутреннего круга. А потому, дорогой мой ученик, тебе придётся подождать снаружи. И ни под каким видом не заглядывай внутрь. А с утра начнём обучение. Скажешь, наконец, в чём дело с этим ритуалом? Да что ж ты такой зануда? Скажу только, что это... Проблема крайне жгучая. Ну а теперь, кыш во двор. Проблема крайне жгучая. Ух, давай еще. Ну и товар самый лучший из Морскогена, а спиртик с Градовой горы. Наконец-то мы немножко погудели, Фритер. Наконец, хоть что-нибудь, кроме этих сучьих эликсиров и трансмутаций. Я вижу, ритуал еще продолжается. Гераль, говорил же я тебе же, что только друиды внутреннего круга. Круг и сруга. Парень и так набегался. Ты б его в угол еще поставил. Ну, хорошо. Гераль, налей себе и начнем обучение. Обучение за бутылкой? Это я люблю. Да-да, это я называю активизационно-ассимилитивным методом. Сначала ты активизируешься, а потом, оп, ассимилируешь. Ну ты садись, садись. Начнем с усвоения токсинов. Тут, понимаешь, практика, лучший учитель. Ага. В таком случае у меня уже есть кое-какой опыт. Тем лучше. Ты освоишь мои секретные методы. Ты, смотри, берешь эликсиры и буль. Как говорят, старость не власть. Я научил тебя всему, что умею. Чего еще ты хочешь? У тебя есть что-нибудь на продажу? Есть. Но я беру дорого. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА